Здравствуйте! Говорить и болтать. Два слова, между которыми пропасть. Об этом и поговорим сегодня. Инструментом и объединяющим началом обоих процессов является слово. Великая сила слова. Вы ведь помните? Мир был сотворен словом, и молитва – ничто иное, как формула, состоящая из особых слов. Словом можно убить, словом можно поранить. Избитая фраза. Действительно, словом можно мотивировать на победу или, напротив, внести раздор. А еще дать слово или пообещать – это дать обет. Важно помнить, что слово, подкрепленное делом, заслуживает настоящего уважения. И наоборот. Речь и мышление отличают нас от животного мира. Язык и речь являются мощнейшим кодом, носителем культурного наследия и памяти поколений. Об этом много писал Мартин Хайдегер и подхватывают современные философы. В болтовне нет места в том, что важно. В нашу повседневную жизнь с распространением социальных сетей, интернет-форумов ворвалась болтовня, из-за количества и низкого качества которой меняется главное – смысл. Вы помните классный советский плакат «Не болтай»? Он актуален и сегодня. Ведь в нашу жизнь вошло новое понятие – чат. Английское слово, означающее «болтать». И мы с удовольствием читаем болтовню, верим ей, дарим драгоценное время, занимаясь софистикой. Почитайте то, что пишут многие наши комментаторы новостей – занимательно. А тем временем мы перестали читать классическую литературу – ценить настоящее слово. И все же умение грамотно структурировать речь и правильно говорить, просто и ясно формулировать мысль – то, чем сегодня могут похвастаться далеко не все. Вы заметили, кстати, что многие люди с возрастом становятся все молчаливее. Слово как будто плавится в золотые слитки мудрости. Недавно обсуждали с коллегой, почему на Кавказе столько долгожителей. Видимо, и потому, что от слова «аксакала» зависит жизнь, развитие рода. Слово «старейшины» является непререкаемым. Само по себе, слово является носителем сути, идеи. Но и его форма, оболочка, также говорит о многом. Напомню фразу известного лингвиста Щербы – «глокая куздра штека будланула бокра». Ну и так далее. Смысл ее в том, что исключены понятные нам слова, оставлена только оболочка, грамматическая форма слова. А мы при этом понимаем, что к чему, и какая она, эта куздра, и что там у нее за дела с этим бокром. Кстати, лет 20 назад в Архангельске даже был интересный театральный фестиваль с таким названием. В нашу повседневность, в яркие 90-е, вошло понимание простого, как дешевого и немодного. Хотя время все расставляет на свои места. Простой – это настоящий, свой, открытый, раскрывающий суть. Вновь вызывает восхищение неподдельное уважение Эммануил Кант. Умнейший человек, настоящий ученый, который умел общаться на языке собеседника. Говорить грамотно, ясно, логично. Казалось бы, что может быть проще? Но сегодня за витиеватостью речевых конструкций и обрывками фраз современных спикеров наблюдать даже забавно. Недавно довелось послушать интервью одного популярного рок-певца. Так и хотелось сказать – ты лучше пой. Умение говорить – важное, которому можно и нужно учиться. Ведь в слове проговаривается истина. Слово – это средство для коммуникации человека и мира. Оглянитесь вокруг. Сейчас просто бум курсов ораторского мастерства. Неспроста. Слово становится основным инструментом и силой. Многие политики сегодня начинают болтать о том о сём, и лишь немногие из них говорят, отвечая за свои слова. Грамотная, наполненная смыслом речь является исключительным атрибутом и признаком образованности говорящего. Итак, говорить – это осмысленная речь. Болтать – это плескать потоком бессмысленных фраз. Вот и ночью разговоры на кухне кажутся более яркими, имеющими значение. Говорят, ночью дневной ссор болтовни спит. Мы говорим о главном, которое проглядывает сквозь ледяную корку повседневности. Наслаждайтесь общением друг с другом. Будьте проще, не болтайте. Цените слова и верьте поступкам. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова